Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. У меня в гостях Дмитрий Комаров, директор по маркетингу и рекламе в сети магазинов детских товаров «Кораблик». Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Расскажите нам о компании. Что из себя представляет сеть магазинов «Кораблик»? Чем вы занимаетесь? Сеть магазинов детских товаров «Кораблик» наверное больше всего известна жителям Москвы и Московской области. На данный момент мы, наверное, крупнейшая сеть по количеству магазинов именно в Москве и Московском регионе. Общее количество магазинов у нас сейчас на июнь месяц 144. И мы постоянно каждый год растем. В среднем у нас где-то прибавляется от 30 до 40 магазинов каждый год. Поэтому, наверное, мы одна из самых динамично развивающихся сетей именно магазинов детских товаров. Ну и в точке зрения общего рынка розницы также показываем очень хорошие результаты с точки зрения прироста. А эти магазины, они где? Это стрит-ритейл или вы присутствуете в торговых центрах? Какая у вас стратегия? Что вы выбрали? Стратегия наша быть ближе к своему потребителю, ближе к мамам и их детям. Стратегия остается прежней. Единственное, меняются с развитием уже, скажем так, более цивилизованного, более, скажем так, сетевого ритейла. Развивается количество торговых центров. И мы, в принципе, развиваемся также вслед за этими тенденциями. Раньше наши магазины находились, ну, 90%, наверное, это был стрит-ритейл. Сейчас доля торговых центров, современных больших торговых центров, таких как «Золотой Вавилон» или «Райкин Плаза» в Москве, она растет. И в Москве, и в других городах мы следуем тенденциям рынка. Мы присутствуем в этих торговых центрах. Плюс, надо, конечно, сказать, то, что в прошлом году, как раз в марте месяца, мы открыли первый магазин в новом концепте. Это был абсолютно другой концепт с точки зрения внешнего вида, с точки зрения оборудования, с точки зрения планировки, с точки зрения отношения к клиентам. Как раз мы его открыли в торговом центре, это был «Золотой Вавилон». И сейчас из 144 магазинов, 45 магазинов уже у нас в новом концепте. А что это за концепт? Почему вы к нему вдруг пришли? Да, очень интересный рассказ, наверное, или концепт. Лучше его, конечно, увидеть, нежели чем услышать. Поэтому, в двух словах, наверное, это изменение общего, скажем так, отношения и общей атмосферы наших магазинов. Мы стараемся, скажем так, быть более эмоционально близки нашим клиентам. Это первый момент. Все наши новые магазины, они сделаны уже в современном дизайне, современное торговое оборудование, современная, скажем так, планировка с точки зрения удобства прохождения покупателей. То есть все мамы с колясками, они совершенно точно удобно могут пройти между рядами, добраться и выбрать все, что им нужно. Наша концепция проразумевает большую эмоциональную составляющую. То есть зайдя в наш магазин, вы везде видите детей, улыбающихся детей. И это часть, скажем так, нашего ДНК, нашей компании, что кораблик — это то место, которое помогает дарить улыбку детям. То есть мы помогаем родителям сделать своих детей счастливыми, помогаем родителям стать счастливыми. Поэтому в новых магазинах вы видите имидж детей. А к этому пришли? То есть изначально было же совсем по-другому. Почему вдруг решили поменять концепцию? Вы какое-то сделали исследование рынка, посмотрели аудиторию. Что? Почему? Вдруг? Какие причины? Изначально наша концепция была — это магазин около дома. То есть это самое удобное место для родителей, чтобы купить все необходимые. Самое необходимое, да? Самое необходимое — все, что нужно детям от нуля до семи лет. По сути, идея и идеология не изменилась. То есть мы все равно… Ну, тот магазин, где можно купить все то, что нужно по самым конкурентным ценам для детей от нуля до семи лет. То, что мы почувствовали, то, что мы видим, как развивается рынок, недостаточно быть магазином, где есть определенный набор товаров или где определенные цены, там, самые дешевые или не самые дешевые. Надо понимать своего клиента, надо быть ближе к клиенту. И то, чем мы, наверное, отличаемся от других магазинов — это отношением к клиенту, вот этой эмоциональной составляющей, которая позволяет нам давать лучший сервис для покупателей, давать лучшие и самые нужные товары. То есть мы не говорим, что у нас все, без исключения, товары, которые есть на рынке. Мы говорим то, что в наших магазинах есть ровно все, что нужно. И, ну, самое главное, наверное, это вот сервис, это вот та эмоциональная составляющая. И большинство, ну, порядка, наверное, 70-80% наших сотрудников — это родители. То есть мы сами родители, и мы понимаем, как никто другой, что нужно родителям и какое отношение родители должны получать и какой сервис должны родители получать в наших магазинах. Вы говорили про цены. Вот если говорить о какой нишу вы занимаете в каком-то ценовом сегменте? У нас, скажем так, именно если брать сегмент товаров для детей, основная конкуренция идет между, наверное, не только магазинами, именно супермаркетами детских товаров, но и также розничными сетями, крупными розничными сетями, как «Лента», «Магнит», «Окей». Где представлены товары для детей. Да, где представлены какие-то базовые товары по уходу за детьми, детское питание. Безусловно, крупные розничные сети иногда могут предложить более низкую цену за счет оборота, за счет более выгодных условий закупки. Но наше, скажем так, наше позиционирование ценовое, то, что мы находимся, скажем так, на уровне самых конкурентоспособных цен по всем категориям. Это касается и заботы питания, это и касается и игрушек, это и касается и одежды. Мы внимательно очень мониторим рынок и стараемся предложить нашим покупателям всегда именно конкурентные цены. То есть мы не дискаунтер, и дискаунтером не будем. Для нас приоритетно предложить людям только лучшее, и с лучшими ценами, и с лучшим сервисом. А сервис, что вы вкладываете в это понятие? Сервис — это очень большой, скажем так, и очень важный момент в нашей работе. У нас есть концепция «Сервис плюс», которая даже отражена на некоторых магазинах. У нас есть наклейки «Сервис плюс». Это комплекс, это сервис, это обслуживание продавцами покупателей. Каждый покупатель, придя в наш магазин, он должен получить хотя бы одну минуту времени продавца. Продавец должен спросить, узнать, что необходимо, может быть, помочь, если надо. Это обязательное условие. В любом магазине у нас есть капитан. Это обычно директор магазина, у него есть специальный значок «Капитан». То есть у вас такой элемент игры? Да, наверное, это элемент игры как и для, скажем так, работников магазина, так и для покупателей. И этот капитан, он может решить абсолютно любую проблему клиента. И мы всегда говорим, что вот есть в каждом магазине капитан корабля, кораблика, магазина. И второе, это, наверное, то, чем наш концепт новый отличается от старого, может быть, от других новых магазинов конкурентов или старых магазинов конкурентов. У нас есть огромное количество, скажем так, удобств и плюсов для покупателя. В новом концепте у нас есть мини-кинотеатр, где дети могут сесть и смотреть мультики, лучшие мультики советские из Госфильма Фонда и Союзмультфильма. Это дополнительное удобство. Мы считаем, что родители должны спокойно совершить покупки, пока дети наслаждаются любимыми мультфильмами. В наших магазинах есть пеленальная комната, потому что для нас очень важна работа именно как раз с молодыми родителями, которые только-только стали родителями. Они еще, может быть, не знают, что им купить. Мы всегда готовы помочь, всегда готовы предоставить им удобные возможности для того, чтобы провести время и сделать покупки. То есть они могут прийти в магазин, в пеленальную комнату покормить ребеночка, переодеть, все что угодно. По продолжительности вы никогда не смотрели, сколько среднее по времени человек проводит у вас в магазине? Потому что у вас уже есть и комната отдыха для ребенка, я имею в виду кинотеатр, и есть пеленальная комната. Значит, это достаточно продолжительное время? Или у вас не было такого срока? У нас нет такого параметра с точки зрения оценки эффективности посещения клиента магазина. Мы оцениваем его удовлетворенность, насколько ему понравилось, насколько он готов вернуться. Мы оцениваем, разумеется, конверсию, сколько людей возвращаются с покупками. По времени я, ну, наверное, на основе такого экспертного своего опыта скажу, что в среднем люди, наверное, проводят от 10 до 15 минут в магазине, зависит от цели. Часть наших клиентов очень большая, она знает, что кораблик очень сильная сеть именно с точки зрения детского питания и предметов ухода и заботы за малышами. Они целенаправленно двигаются в направлении подгузников и детского питания. На обратном пути они могут зайти в секцию одежды, и вот тут уже начинается работа продавца и покупателя, опять же. Когда они могут выбрать, померить, делать все, что необходимо. Постоянные клиенты есть у вас? Да. Кто с вами уже много лет? Сеть магазинов кораблик была, ну, по сути, основана в 2000 году. 14 лет. То есть 14 лет наши магазины в Москве и Московской области. Да, у нас есть достаточно большое количество лояльных клиентов. В прошлом году была, скажем так, перезапущена наша программа лояльности. Я могу сказать, что были очень хорошие и очень успешные результаты спустя, сколько, практически 7-8 месяцев после ее запуска. То есть у нас в программе лояльности около миллиона клиентов. Это прилично. Да, за это время. И, ну, наверное, это показатель того, что все-таки те люди, которые были с нами долгое время, они с удовольствием воспользовались, ну, скажем так, нашей программой лояльности. То есть сейчас у нас около, наверное, 60% покупок происходит с использованием наших карт лояльности. Это бонусы или там накопление бонусов? Это накопление бонусов. Каждый бонус равен 1 рубль. Наше преимущество то, что мы даем бонусы без исключения на все категории товаров. Наш несомненный бонус то, что это 5% на категорию одежды. Очень важный момент, то, что можешь использовать все эти бонусы, ну, скажем так, это не то, что там 20 или 30% от суммы покупки. Нет, ты можешь полностью все накопленные бонусы использовать на следующую покупку. Это то, что нас, наверное, выгодно отличает от других сетей. Она очень понятная, очень прозрачная, очень, ну, скажем так, дружелюбная для наших клиентов. Поэтому я вижу, каждый месяц у нас идет прирост именно с точки зрения людей, которые используют нашу программу. Ну, как сказал, это достаточно большой, то есть около 60% чеков с использованием карт лояльности. Это, ну, очень хороший результат с точки зрения эффективности, с точки зрения лояльности покупателей. Поэтому, да, мы очень гордимся нашими клиентами, нашими гостями и стараемся, опять же, предоставить для наших покупателей дополнительные какие-то опции. Если говорить, ну, вот уже с точки зрения маркетинга, какие интересные вещи мы делаем. Буквально, наверное, на следующей неделе мы запускаем пилотный проект вместе с компанией «Синквера». Об этом мы говорим после рекламы. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И у меня в гостях Дмитрий Комаров, директор по маркетингу и рекламе сети магазинов детских товаров «Кораблик». Мы с вами говорили о новом проекте по лояльности для клиентов. Расскажите, что это такое, о чем идет речь? С удовольствием. Очень интересный проект. Я боюсь, что я даже не смогу назвать название проекта. Ну, пока можно оставить это в секрете. Нет, это не секрет. Это первый проект на российском рынке, фактически в крупных розничных сетях, который мы запускаем вместе с компанией «Синквера». А что за компания «Синквера»? Ну, расскажите, что это. Ну, скажем так, это IT-компания, часть холдинга «Айфри». Для нас, компания «Синквера», скажем так, наш партнер в этом проекте. Я расскажу, как это выглядит. По сути, рабочее название — это генератор лояльности. Физически это некая интерактивная коробка, которая размещается в магазине. Она представляет собой экран интерактивный, тачскрин, и термопринтер, и сканер штрих-кодов. Для чего мы это делаем, и что мы хотим достичь, для чего это? Размещая вот такие генераторы лояльности, как мы их называем, в наших магазинах, мы позволяем и помогаем нашим клиентам получить персонализированные, уникальные предложения прямо здесь и сейчас, для себя, как для держателя карты лояльности. То есть механика такая, что клиент приходит в магазин, подходит к терминалу, достает свою карточку лояльности «Кораблик», сканирует ее, и терминал приветствует его. Если мы знаем, как зовут этого человека, может и по имени, собственно, приветствовать на экране. И предлагает какие-то специальные предложения, скидки или просто какие-то специальные предложения. То есть накопленные этим человеком в процессе пользования картой? Скажем так, это предложения, которые основаны на его покупках, на его предпочтениях. То есть это комплексный проект, часть которого это как раз сегментация наших постоянных клиентов с точки зрения анализа их покупательских предпочтений, как часто они покупают, что они покупают, что им необходимо. На основании этого мы с помощью нашей CRM-системы можем предлагать им какие-то уникальные персонализированные предложения. И этот, ну скажем так, терминал, генератор лояльности, как мы его называем в рабочем виде, он позволяет получить эти предложения прямо сейчас в магазине. То есть это занимает буквально 5 секунд. Человек сканирует карточку, ему говорят, что хотите ли вы получить эти предложения, на экране показывается, какие для него есть предложения. То есть, допустим, сегодня для него скидка на подгузники, допустим, 20%, то, что мы знаем. Или мы знаем, что он покупает подгузники, возможно, ему понадобятся влажные салфетки. И после этого он говорит, да, мне это интересно, нажимает на экран, и ему распечатывается уже... Где что лежит? Нет, ему распечатывается купон с описанием этого предложения, и уже с этим купоном он может пойти и купить тот товар, который он выбрал или который ему предложили, соответственно, со скидкой или по какой-то специальной цене. Ну, действительно интересно, на рынке такого ни у кого нет? Да, на данный момент это первый опыт, скажем так, таких интерактивных устройств в розничных сетях и тем более в сетях детских товаров. Мы вот в течение июля, августа и сентября будем тестировать этот концепт, дорабатывать его, понимая, где это необходимо, где что необходимо доработать, улучшить и как предоставить более качественные, наверное, более интересные предложения для наших клиентов. Если проект покажет себя успешным, мы его будем развертывать, наверное, на всю сеть в этом году. На мой взгляд, это, ну, скажем так, очень перспективное, наверное, дополнение к нашей онлайн-коммуникации с точки зрения личного кабинета или рассылок. Да, кто хотел спросить? В принципе, это все решается через онлайн-ресурс? Да, безусловно, есть директ-маркетинг, безусловно, у нас достаточно большие компании именно по рассылкам, по держателям карт лояльности. Все наши специальные предложения мы предлагаем для клиентов. Это просто следующий шаг. Мы идем глубже, мы идем на уровень клиента, на уровень сегмента, и мы, скажем так, пытаемся сделать то, что называется в e-commerce, скажем так, онлайн, совмещение онлайна и оффлайна, омниченнел, мы пытаемся сделать приблизительно то же самое в программе лояльности. Мы возвращаемся из, скажем так, из онлайна, там, где мы коммуницируем изначально в точку продаж, и уже в точке продаж, там, где у человека есть конкретное желание и конкретная потребность приобрести товар, он уже пришел в наш магазин, он готов купить. Мы предлагаем то, что ему нужно. То есть, по большому счету, вы сокращаете путь непосредственно принятие решения к покупке? Да, мы стараемся наиболее эффективно взаимодействовать с нашими клиентами и сделать предложение, то, которое ему нужно, и в том месте, где ему это необходимо. Ну, то есть, ранее, наверное, каким-то образом ваши сотрудники просто в качестве рекомендации давали, что-то подбирали. То есть, сейчас вы сделали такую, планируете сделать такую? Да, мы уже сделали и планируем ее развивать. Наша цель — знать и понимать клиента как можно лучше, и как раз программа лояльности и наши, я могу сказать, уже фактически миллионы наших лояльных клиентов дают нам такую возможность сделать для них сервис лучше, сделать предложение для них лучше, предложить то, что им действительно нужно в наших магазинах. То есть, вы к этому пришли, потому что была такая потребность непосредственно в магазине и за счет запросов от потребителей? Мы, ну, несмотря на то, что мы уже 14 лет на рынке, мы, наверное, по ментальности, по отношениям, мы инновационная компания, так как, скажем так, это наше понимание, наше понимание рынка, помноженное, наверное, на такой вот инновационный подход, нам позволяет смотреть, во-первых, чуть-чуть дальше, чем есть сейчас. То есть, мы понимаем, что без знания клиента, без понимания у глубинных потребностей мы не сможем быть конкурентно способны. Поэтому мы уже сейчас стараемся сделать вот эти вот шаги. И мы, наверное, такая, ну, хороший пример, как можно быстро и эффективно внедрять то, что ты хочешь. То есть, во многих крупных сетях, чем крупнее сеть, тем больше, наверное, такого бюрократического аппарата, который позволяет замедлить любой проект, любой процесс. У нас с момента, скажем так, появления идеи до принятия решения, если мы понимаем, что просчитали этот проект, может пройти, ну, буквально несколько дней. В этом наше конкурентное, наверное, преимущество, то, что мы очень гибки, и мы, в первую очередь, клиентоориентированы. Мы стараемся увидеть то, что нужно клиенту, и предложить то, что нужно максимально быстро. В этом, наверное, наше конкурентное преимущество, и в этом наша сила. Здорово. А вот еще такой вопрос. Я так понимаю, что вы мультибрендовый магазин. У вас много разных абсолютно добрых. Ай да и нет. Расскажите. Мы, скажем так, предлагаем все, что нужно детям от нуля до семи. Это касается питания, забота, игрушки, одежда и прогулка, прогулочные коляски, кресла, все, что нужно для путешествий, ну, и мебель. Мы, наверное, да, мультибренд в общем понимании, мы супермаркет, но в категории одежда у нас есть собственный бренд Баркита. Мы его развиваем уже несколько лет, и для нас это приоритет. То есть это наш собственный бренд, мы сами создаем эти коллекции, работают наши дизайнеры, мы сами контролируем процесс производства. Поэтому в одежде мы стремимся, наверное, больше к развитию именно наших собственных брендов. А кто создает, откуда дизайнеры какие-то, с кем-то сотрудничаете, или это внутри компании? Дизайнеры все, инхаус мы сотрудничаем, мы приглашаем, ну, скажем так. Каких-то звездных дизайнеров, это сейчас модно, коллаборации. Коллаборации, наверное, может быть, это следующий шаг, уже какие-то капсульные коллекции, может быть, с дизайнерами, но сейчас мы понимаем, что рынку нужна качественная и недорогая одежда для детей. Дети растут, каждый месяц ребенок может вырасти на пару сантиметров, одежда нужна постоянно, ее нужно постоянно покупать. Поэтому мы стараемся предложить как раз нашим покупателям, то, что в кораблике они могут всегда купить одежду на любой возраст и по действительно конкурентным ценам. Но это у вас коллекция раз в сезон или есть раз в три недели? Как часто меняется коллекция? Сейчас у нас, скажем так, две основные коллекции. Это осень-зима и весна-лето. В дальнейшем мы планируем, скажем так, увеличивать количество коллекций, но в каждой коллекции есть несколько капсул, которые на любой вкус и для мальчиков, и для девочек. Постоянно происходит, скажем так, приход нового товара, каких-то новых дизайнов, новых, не знаю, курток, штанов. А где шьете? Производство у нас достаточно географически... Зависит, наверное, от модели, да? Ну, скажем так, оно зависит, да, от модели, и там, где мы можем получить действительно качественные материалы. То есть я не могу сказать, что у нас есть какие-то предпочтения, ну, скажем так, конкретное производство. Это как и Россия, так и Китай, так и другие страны, и в том числе европейские страны, в которых отшиваются части коллекций. А вот с учетом того, что у вас есть собственная марка, собственный бренд одежды, вот как вы его продвигаете, как вы отделяете кораблик и отделяете ли от собственного бренда в продвижении? Мы находимся, скажем так, в начале пути именно продвижения Баркита как отдельного бренда. Пока он продвигается вместе с корабликом, это, ну, с точки зрения перевода с испанского тоже кораблик, поэтому есть определенная игра слов, кораблик и Баркита. У нас достаточно большая зона в магазине именно касаемо одежды, и это именно зона Баркита. В дальнейшем, да, мы уже будем чуть-чуть больше усилий тратить именно на продвижение Баркита как отдельного бренда. Сейчас это... Ну, то есть между делом, как бы человек приходит в магазин, он уже понимает, что там продается вот этот бренд. И где более в другом месте. Да, это эксклюзивно только в кораблике продается Баркита, и наши постоянные клиенты, они знают, что только в кораблике можно купить. Соответственно, они приходят к нам специально, потому что они уже купили год назад, месяц назад, три месяца назад одежду. Ребеночек подрос, соответственно, они покупают новые. И мы всегда стараемся следовать за вот этими этапами роста. Дмитрий, спасибо большое. На этой ноте мы заканчиваем программу. Дорогие друзья, это была программа компании «Люди» и ее ведущая Александра Алферова. В гостях у меня был Дмитрий Комаров из компании «Кораблик». Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Корректор А.Егорова